Выборы в Ивановскую областную думу стартовали. Правда, как-то неактивно. Избирательные участки открылись в 8 утра. Явка на 12 часов дня составила в среднем 5%. Это очень маленький показатель. Центральный участок, но я бы сказала, выборы идут в яло. Если проголосовало, где-то процентов около 10. На 12 часов эта явка слабая. Идут в основном люди старшего поколения и, наверное, советского воспитания. По словам немногочисленных избирателей, на участках все как обычно. За исключением, правда, списка партий, которых на этот раз 20. В длинном списке легко запутаться. КПРФ, Родина, Коммунисты России, КПСС. Многие ивановцы попросту путают. А партию против всех принимают за графу не так давно исчезнувшую из бюллетеней. В остальном же выборы проходят спокойно и тихо. На каждом участке по несколько наблюдателей. Что показывает, что людям все-таки не безразличен честный исход голосования. Вот и губернатор региона, как обычно, показал ивановцам пример гражданской активности. У нас всегда выборы, наверное, проходят в одни из самых стабильных в Центральном федеральном округе. И очень хотелось бы, чтобы эти выборы прошли тоже на высоком уровне. Хочу поблагодарить всех наблюдателей, избирательную комиссию за работу. Это очень важная и ответственная работа. Но, возможно, выборная тишина связана с тем, что самых громких кандидатов голоса лишили. Коммунистов Максимова и Автанеева взяли под стражу. Как ни странно, именно на время выборов. За нанесение побоев. Напомним, 3 сентября коммунисты задержали молодых людей, уничтожавших оппозиционный агитматериалы. При этом завязалась драка. За день до выборов ярых оппозиционеров задержали. И поместили под стражу на 48 часов. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.